Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео, как избавиться от кандиды. Коротко и полно. Самая суть. Ошибки, которые допускают люди в лечении. Почему не получается полностью избавиться от кандиды? Всем известная кандида, как правило, альбиканс, это грибковое заболевание, поражающее слизистые и кожу. И является причиной многих серьезных проблем и болезней. У меня уже были видео, в которых я говорил о грибковых поражениях, в том числе и коже. И ссылки на эти видео я оставлю вам под этим видео. Грибки могут поражать все органы организма. Многие пробовали лечить кандидоз, но все было бесполезно временно. Почему? А причин здесь несколько. Во-первых, химическими препаратами, так называемыми лекарствами, вы угнетаете иммунитет. И по завершению приема этих лекарств, не устранив причин возникновения активизации кандиды, спустя какое-то время она вновь проявляется в виде молочницы, это кандида-альбиканс, и побеления языка по утрам, то есть с характерным белым налетом, а также проблем с кишечником, или поражениями кожи, от перхоти до грибков ногтей. Ну, там могут быть и другие грибки специфические. Главная колония грибы кандиды, а их несколько видов, паразитирует в кишечнике. Во-вторых, кандида и другие грибки часто активизируются после приема антибиотиков, и это естественно, так как антибиотики убивают бактерии, на что они и направлены. В первую очередь, в кишечнике, и не только патогенные бактерии, но и наши родные симбиотические, убив эту экологическую нишу, их место занимают грибки, в том числе кандида. А вам достаются слабость, проблемы с пищеварением, суставами, кожей. Знаете, что не восстановив нормальную, здоровую, бактериальную симбиотическую среду нашего кишечника. То есть, без симбиотических бактерий вы не победите кандиду надолго. Ведь кишечные бактерии – это конкуренты грибкам, но грибки оказываются сильнее. Кстати, восстановить работу симбиотической кишечной микрофлоры можно и естественными методами. Для этого есть симбиотические пропионовые бактерии Эвита, ссылка будет в описании. А вот что любят есть грибки, что дает им питание и энергию – это сахара. Они также быстро растут, что называется, как на дрожжах, и от молочных продуктов. Хотите вы того или нет. А ошибки людей в том, что не изменив питание, образ жизни, не устранив факторы, которые приводят к развитию колоний кандиды, вы не решите эту проблему. Если же вы действительно хотите побороть кандидоз, откажитесь от сладкого, молочного и мучного. Ну, разумеется, алкоголя. Всегда я забываю про это говорить, так как сам в жизни никогда эту гадость не потреблял, потому забываю. А это тоже очень важно. Возможно, вы хотите сказать, а что же тогда есть? Но я сделал уже это видео, то есть ответил на этот вопрос полно, исчерпывающе. Смотрите мое видео под названием «А что же тогда есть?». Вы поймете, что остается великое множество безопасных и полезных продуктов, которые можно и нужно есть. А что не любят кандиды? Да, совсем немного рекламы про мои видео. Смотрите мои видео, не ленитесь. Практически на любую проблему со здоровьем у меня на канале есть видео. А значит, есть пути решения той или иной проблемы. Можете просто набрать фролов гипертония, фролов поджелудочная железа, фролов лимфатическая система, фролов грибки или фролов паразиты и так далее. И, скорее всего, вы найдете интересующую вас тему. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. А что не любит кандиды? Чего она боится? Она не любит гвоздику, тимьян. Тимьяновое масло тоже, чеснок, хрен, экстракт грейпфрута. И, конечно же, и самое главное, экстракты, то есть концентрированные полисахариды высших базидеальных грибов, таких как веселка, агарик, шитаки и некоторых других. Их и надо принимать. Тогда вы укрепите иммунитет, то есть активизируете свои клетки Т-хелперы, которые сдерживают рост, в том числе грибков. Применяйте также интервальное питание, то есть так называемое интервальное голодание 6-18. Не ешьте вечером, после 16.00, ну хотя бы после 18.00. Лично я стараюсь не есть после 16.00. Этими мерами вы запустите свою аутофагию, напомню, это процесс самоочищения на клеточном уровне. А также посмотрите мое видео про лимфатическую систему, это наша канализация организма. Внимание, у меня есть инфопродукт по лечению кожных проблем, советую его приобрести. Там все, от лечения дерматитов до псориазов. Но в нем есть огромный раздел про лечение кандидоза. Лечение травами, различными иными мерами, приемами, процедурами, то есть комплексный подход. И если к этому вы еще добавите грибные препараты, и учтете то, что я совсем недавно говорил вам, вот в этом видео относительно сладкого, гвоздики, прочего, то вы однозначно сможете уничтожить колонию кандид и других паразитических грибков. Обязательно ешьте больше зелени. Что же касается паразитов, не путайте их с другими паразитарными по своей сути организмами. То есть, что касается глистов, гельминтов, то их убрать из организма можно с помощью антипаразитарного курса набора, вот этого. Если вы спросите, а с чего начать, правильно отвечу. Конечно, начинать надо с прохождения именно антипаразитарной программы. Этот набор я дам по ссылке под видео. Это всего лишь один месяц. Первый. Можете потом закрепить эффект препаратом Эспинель во втором месяце, и тогда параллельно вместе с ним, то есть уже со второго месяца, применяйте антигрибковую программу, терапию высшими боздиальными грибами. Ну, конечно, и иными комплексными мерами, о чем я говорил. Ссылка на этот набор будет в описании под видео. Укрепляйте свой иммунитет, активизируйте защитные функции организма. Но об этом и многом другом вы найдете информацию на моем канале, смотрите рекомендованные мною видео, и вы будете все знать, и останется только действовать, ну и добиваться результатов. Итак, подавленный, ослабленный иммунитет, стрессы, недосыпы, недостаток питательных веществ, сахар, все сладкое, и это все питание кандиды. Кстати, и раковых клеток тоже. Уберите их питание и иные факторы роста. Смотрите мои видео о молоке, о грибках, видео о грибках на ногах, видео сахар и рак, видео грибки в организме вызывают рак, а также брокколи, интервальное голодание, инсулинорезистентность и аутофагия. Ну, а на этом на сегодня, пожалуй, все. Скоро будут другие интересные видео на моем канале. Не забывайте, подпишитесь, кто еще не подписался. Нажмите на колокольчик, на уведомления о выходе всех видео. Не забывайте проверять подписку. Приходят ли вам новые видео? Я публикую обычно два, как правило, три видео в неделю. Имейте это в виду. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok